В третье воскресенье ноября во всем мире вспоминают жертв дорожно-транспортных происшествий. Почти два десятка лет назад Генеральная ассамблея ООН предложила выделить в календаре дат тематический день. О его важности для Карачаева-Черкесии нашему корреспонденту Артуром Хц напомнили сотрудники Республиканской госавтоинспекции. В Карачаево-Черкесии с начала текущего года в дорожно-транспортных происшествиях погибли около шести десятков человек. Причин немало. Кто-то сочтет, что во всем виноваты более качественные автомобильные трассы, которые безопасными являются лишь по документам. Иные назовут виновником технологический процесс, из-за чего на улицах немало скоростных, а значит опасных автомобилей. И все же самым, пожалуй, важным фактором увеличения статистики смертности и травматизма является незнание участниками дорожного движения правил или нежелание следовать им. Республиканские автоинспекторы решили напомнить водителям и пешеходам о том, что те во избежание печальных последствий сами должны соблюдать свод требований. В дорожно-транспортных происшествиях погибло 55 человек. Это цифра довольно-таки большая для нашей республики. Конечно, если задумаешься, это очень такие страшные цифры. Посему сегодня мы решили принять участие вот в этой акции для того, чтобы поддержать людей, которые нуждаются в помощи, в том числе и людей, которые пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, выступив в качестве доноров и сдав кровь. День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий появился в международном календаре ДАД в 2005 году по предложению Генеральной Ассамблеи ООН. Таким способом было предложено напоминать всем, кто пользуется транспортом или переходит проезжую часть, что правила составлены именно для безопасности. Полицейские Карачао-Черкесии постоянно участвуют в различных, в том числе профилактических акциях, чтобы объяснять пешеходам и водителям о необходимости быть внимательными. На этот раз автоинспекторы посетили региональную станцию переливания крови. Они всегда периодически приходят и помогают нам в оказании помощи больным, рецепиентам, сдают кровь и участвуют во многих акциях. Они у нас и донорство крови, и автомото-донор акция, доброты. Если не считать, что у нас больных много гематологических, онкологических, это вот у нас доноры первого порядка идут, а второго порядка у нас, конечно, много ДТП. Кому, как не медикам, знать, насколько ценными являются подобные акции для спасения здоровья и жизни людей? Конечно, сами правила с кровью не передаются, но если участники дорожного движения будут в курсе, что различными мероприятиями полицейские стараются убедить людей быть осторожными и уважать окружающих, может, тогда на улицах региона станет безопаснее. Проводя вот эту акцию сегодня, мы также хотим, конечно же, напомнить нашим участникам дорожного движения, это касается как пешеходов, так и водителей, так и пассажиров транспортных средств, чтобы они все выполняли свои обязанности, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, каждый должен выполнять свои обязанности. Тогда, когда он выступает в качестве участника дорожного движения, если каждый у нас будет делать то, что ему полагается по закону, конечно, у нас ситуация будет более праздная, скажем так, да и дорожных происшествий именно вот с такими тяжкими последствиями, и, конечно же, у нас трупов будет гораздо меньше, потому мы стараемся больше работу проводить именно по профилактике. Хочется обратиться к нашим водителям, пожалуйста, не пренебрегайте вот этими простыми, казалось бы, правилами дорожного движения, в обязательном порядке соблюдайте скоростной режим, соблюдайте дистанцию, боковой интервал, и ни в коем случае не садитесь за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Это касается как алкогольного опьянения, так и случаев, когда у нас водители употребляют вещества запрещенные, и некоторые из них считают, что это не считается за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Человек в любом случае уже не контролирует себя в таком случае. По статистике, примерно половина всех случаев смерти происходит среди уязвимых пользователей дорог, пешеходов. Тёмное время суток, туман, скользкая трасса – это и многое другое может оказать существенное влияние на судьбы участников дорожного движения. Поэтому стражи порядка напоминают о необходимости всегда следовать букве закона, соблюдать правила. Артур Макцев, Виктория Карпенко, Вести, Карачаев, Черкесия.